это старомодно подумайте вы а я отвечу нет это классика всем привет дорогие друзья рад вас видеть на нашем кальяном канале меня по-прежнему зовут женя и сегодня с вами мы поговорим о непоколебимой классики неизменным лидером на кальянном рынке и по сей день табаке альфа кир погнали многие подумают что снимать видео о альфа кире в 2к 20 это зашквар я с вами не согласен индустрия развивается и каждый год приходят новые и новые люди и учитывая что очень большой очень большая доля молодежи сейчас находится в кальяной индустрии они попросту не застали еще то время когда было вот зарождение самой индустрии и соответственно у них в понимании на первых строках выскакивают уже такие известные бренды как дарксайды или хуков у мари танжирс и так далее а вот про классику все почему-то забыли или же с ней даже не знакомились дошло до того что я нашел в сети несколько видео где люди которые не до конца разобрались не до конца познакомились с этим продуктом оставляли какие-то негативные отзывы и оценки это в принципе и стала моей отправной точкой поэтому основной посыл и вот основной смысл этого видео будет познакомить вас с классическим продуктом альфа кир научить с ним работать и рассказать почему же он остается классным и по сей день приступим мир познакомился с продукции альфа кир еще в далеком 1999 году производится вон в объединенных раз арабских эмиратах в городе аджуман и с того момента и по сей день альфа кир является лидером по экспорту мирового табака да ни одна даже компания турецкая которая производит там десятки тонн не может приблизиться к объемом альфа кира но это о чем-то да и говорит но время идет рынок меняется он беспощаден ко всем особенно к лидерам и долгое время компания альфа кир не делала никакого особого маркетинга в нашем понимании как делают компании типа берна или дарксайда и за счет этого их позиция скажем так немножечко пошатнулась именно поэтому в начале 2020 года альфа кир пригласил к себе в эмираты лидеров индустрии лидеров мнений кальянных блогов со всего мира они показали им одним из первых свое производство и свои новинки но блогеры соответственно разнесли эту информацию по миру альфа кир подхватил эту волну дальше начал проводить какие-то дегустации ну и о табаке начали говорить но мы немножечко отошли от темы это была такая вводная информация давайте перейдем сейчас к самому продукту у табака альфа кир на текущий момент представлено 3 линейки это классическая голд и базис базис был представлен на хока клап шоу в двадцатом году хочу обратить внимание на фасовку 50 граммовая самая популярная баночки вот такие вот килограммовые и есть еще боксы в 250 грамм у нас в стране он продается как акцизным так и без акцизным но есть еще сын вот есть без акцизной упаковки и есть с молдавским акцизом зачем нужен акциз который стоит практически в три раза дороже я не знаю если те кто его покупают но факт остается тот что вот такая вот пачка стоит приблизительно 70 75 гривен акциз у нас каркаде сколько напомни стол кажется 160 ну в общем порядка 150 170 гривен там то есть дорого на намного дороже чем без акциз это легкий продукт здесь используется лист virginia но что самое классное наверное что его можно забить крепко это очень круто обратите внимание на молдавский акциз здесь сделан такой ребрендинг разных упаковок и в сети ходит ложная информация о том что это усовершенствованный продукт который попал к нам страну там где-то полгода назад на самом деле нет это все фигня это одинаковый продукт просто разные упаковки об этом мы дальше посмотрим ну что ж я думаю давайте сейчас мы приступим к забивкам и детально разберем сырье и все остальное так вот так вот он выглядит как я и говорил обычная virginia у меня вкус двойного яблока холодного двойного яблока да немного суховат лист сам по себе по консистенции я его не распушиваю как это делают многие а для забивки я его шинкую для чего я это делаю когда табак нашинкован он становится более воздухопропускающим соответственно листы выделяют больше никотина на единицу времени но и насыщенность вкуса соответственно также становится больше нам плюс за свои за счет своей консистенции после шинковки он уже становится распушенным что я думаю видно на видео и закинуть его рыхло в чашку намного легче и так шинковкой мы закончили давайте теперь приступим к забивка забивать наверное я буду три кальяна 1 соло вкус это как вы поняли будет двойное ледяное яблоко его никогда не пробовал и мне интересно чем это будет отличаться просто от двойного яблока понятно что каким-то холодком далее мы забьем какой-то микс вот грейпфрут с чем-то еще выберем сделаем микс альфакер и альфакер и третью чашечку мы забьем альфакер с каким-то другим табаком обратите внимание когда будете делать микс с другим табаком что альфакер это продукт жаролюбивый и недостаточное количество жара просто сделать какую-то фигню греть его нужно на четырех углях бить на прямотоке учитывайте это чтобы у вас чашка не сгорела если будете забивать с чем-то не жаростойким так а теперь делаем забил очки пододвигайтесь погнали друзья мы наконец-то закончили наши забил очка оператор тебя вот тут офигенный микс грейпфрут двойное яблоко малина апельсин и как тут вот это все можешь сгребсти себе потом двойнушечки но ее и вот это вот все еще покоришь так ребятки мы сделали три забивки в соло били двойное яблоко ледяное сделали микс так что у нас апельсин и малина со льдом альфакера и еще один микс сделали альфа кир грейпфрут и смог мафия кактус сейчас вот это все уберем поставим кальяны начнем прогревать чашечки и вернемся к вам не переключайте что ж ребят мы закончили чаши греем уже пять минут используем 4 25 угля как лопа от компании хмара подождем еще несколько минут чтобы это все дело хорошенько подкоптилась я постараюсь еще дать вам немножечко информации о этом продукте так про фасовку про цену мы поговорили палитра вкус до альфа кира она на самом деле огромная принципе как и у всех производителей восточных но у нас в украине представлена кажется три или четыре десятка но во всяком случае выбрать конечно же есть чего из топов все знают это грейпфрут от альфа кира вообще наверное один из лучших грейпфрутов которые есть в мире среди бюджетного сегмента чай обычный черный чай лимон с мятой или просто лимон и лично мне очень нравится вкус виноград но я не могу его отнести к топом потому что он скажем так 50 на 50 не всем людям он заходит итак я думаю будем пробовать до 4 угля минут 7 где-то вот это все покоптилась начнем с соло вкуса вот здесь написано что это ледяное двойное яблоко но за счет очень яркого вкуса аниса ну принципе вы знаете какой он в двойнухе холодок чувствуется но типа такое я бы не сказал что какая-то там есть разница между обычным двойным яблоком вообще это но это прикольно это самый классический вкус кстати вот вам такая информация что 75 процентов продаж от всей продукции альфа кира приходится именно на вкус двойное яблоко вот так вот классика причем заметьте 7 минут на четырех углях это все дело грелась она не сгорела курица мягко дымно вкусно поэтому вот эти истории о том что альфа кир горит его либо забивает неправильно либо ну хрен его знает что с ним можно сделать это очень жаролюбивый табак дальше мы перейдем к миксу у меня два рока от густа болс я не знаю где что забил ну надеюсь не перепутал сейчас будет идти микс от альфа кира это малина с мятой и льдом и апельсин я брал процентовку 50 на 50 чашка прогрелась уже лучше честно мне не сильно нравится микс я люблю цитрусовые ног малине я равнодушен и здесь вкус цитрусового он перебивает малину чувствуется мята такой небольшой холодок а вкуса малины практически нет я не скажу что альфа кир из-за этого это плохой продукт для миксов именно чтобы миксовать между собой просто нужно подбирать возможно с процентов к немного не угадал но во всяком случае курица мягкой классно кстати по поводу альфа кира крепко если у кого-то такое желание будет вы можете на ютубчике прописать как забить альфа кир крепко вот такой вот перечень видосов будет и причем забить можно реально так чтобы приземлило и третий кальян вот это будет наверное самое интересное потому что здесь смог мафия кактус и грейпфрут от альфа кира этот и тот табак довольно жаролюбивый попробуем что получилось а вот тут с первой тяги скажу мне очень нравится классно вкус грейпфрута отчетливо подчеркивает кактус и не тот не тот вкус не теряется получилось круто оператор возьми попробуй пока а я немножечко расскажу о том как же стоит вообще вести себя при покуре с альфа киром вот мы раскурили все наши дудки на четырех углях потом если вам кажется что или он немного наваливает или действительно он может гореть конечно если на четырех углях его прогревать так долго то один уголь просто снимаем и курим на 3 что я сейчас и сделаю потом уже по мере того сколько вы будете курить кальян забрасывайте 4 если хотите отличительной чертой или особенностью скажем так данного табака является то что его вкус вы не спутаете с каким-то другим продуктом это потому что на 50 процентов он состоит из виноградной патоки не знаю кто еще использует вот такую подобную технологию у производителей но во всяком случае в этом есть какая-то вот такая изюминка по вкусам не все то что я перечислял прям так радужно и круто у компании конечно же есть провальная но вот такие допустим как мохито банан вот он такой довольно спорный еще еще здесь есть черника голубика вот оно все но скажем так не для нашего рынка возможно и практически никому не нравится но в любом случае из такой большой палитры каждый сможет найти что-то для себя альфа кир это это хорошая классика которая на текущий момент уже многими забыто я считаю это не совсем правильно надеюсь что это видео многим из тех кто его посмотрит даст посыл чтобы или же дать продукту второй шанс или как-то пересмотреть свой взгляд и если хотя бы несколько человек так сделать значит оно было снято уже не напрасно и это очень круто потому что я считаю что продукты с которых зарождалась которых начиналось все таки как альфа кир такие как нахло мы должны уделять им должное внимание при том что при правильной при грамотной забивки получится довольно вкусно можете попробовать сделать так как я я уверен вам понравится во всяком случае в этом ценовом сегменте равных альфа киру нет друзья если вам понравился выпуск классический такой про продукцию альфа кир дайте мне знать написал это в комментариях и возможно я сниму такой же на наху конце этого выпуска я хочу поблагодарить магазин aladdin который предоставил нам продукцию для съемки этого обзора очень много порядка 30 разных вкусов вот этого всего добра сами бы мы не смогли это купить ссылочку на то где можно приобрести альфа кир я оставлю в описании очень надеюсь что этот видос вам понравился если да ставьте большие пальцы вверх подписывайтесь на канал если вы вдруг этого еще не сделали бейте в колокол и делитесь этим видосиком с друзьями ну и как всегда по стариночке курите правильные кальяны и смотрите правильные обзоры и до скорой встречи через неделю пока пока и